Лучший учитель это Сбройне Сыла Украины, ВСУ по-русски. Так вот, они заставляют некоторых товарищей, но не то что выздоровить, но процесс выздоровления начинает происходить. Происходит это, как обычно, в прямом эфире, и тут важные зазвучали заявления. Оказывается, не надо приезжать в Крым с детьми. Это первая часть выздоровления. Что будет дальше? Мы зафиксируем это на этом YouTube-канале, когда они хором будут говорить следующую фразу, даже скандировать. Это же так просто. Крым – це Украина. Ну и далее будут проклятия в адрес российского мстительного маньяка. А вот зачем нам в этом случае какая-то имитация мирной жизни? Вот, например, зачем детей в Крым возить? Вот это так необходимо в этой ситуации? Ну вот очевидно, что они будут продолжать это делать. Это совершенно очевидно. Ну ладно, взрослый, у нас взрослый народ, он такой отчаянный, он вроде ничего не боится. Но детей-то, может быть, не стоит сейчас вообще возить в такие районы, как Крым. Понятно, что по нему будут продолжаться удары. Вот и ладушки, не надо привозить своих детей в украинский Крым. И взрослым тоже приезжать не надо. Я уже говорил и повторюсь, есть у вас свое Охотское море, купайтесь там друг с другом сколько вашей душе угодно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Мне нравится тренд, что теперь не надо привозить своих детей не только в Крым и взрослым приезжать. Уже обозначена территория Российской Федерации, из которой лучше уехать от греха подальше. И, судя по всему, это все отдает вот этой вот демилитаризованной, беспилотной зоны. Ну, а у нас возрастные друзья и родственники в Белгороде, и в Крыму, и в Курской области, и в Ростовской области тоже есть. Тут надо просто определиться, понимаете, да, вот в приоритетах. Мы будем продолжать думать о друзьях в Одессе или о своих регулярно погибающих, ежедневно погибающих людях по эту сторону границ. Командование украинских сил обороны никогда не скрывало и всячески подчеркивало, что объем ударов, наносящихся по российской территории, будет только увеличиваться. И каждый российский гражданин в вышеперечисленных областях и в оккупированном Крыму должен понимать вот это важное правило. Понятно, что какое бы ни было ПВО совершенное, всегда что-нибудь может пролететь. Поэтому, мне кажется, ну, надо идти на какие-то, не надо делать вид, что ничего не происходит. Ну, происходит, это действительно война, и, честно говоря, она уже приобретает все более беспощадные формы. И поэтому, конечно, ну, надо, да, надо чем-то жертвовать. Мое мнение такое, не хотите жертвовать Ростовом-на-Дону, нужно снять Путина. Нужно закрыть его в бункере, и настанет мир во всем мире. Нет, конечно, будущее, оно туманно, но вот ликвидация российского маньяка, она дает некоторые шансы на красивое мирное будущее, когда все будут жить в мире и согласии. Ну, а мы, как смотрели на россиян в прицел оптический, ну, или на экране монитора наших беспилотных систем, так и будем делать. Потому что нацизм, это дело очень такое глубоко проникающее. И Российская Федерация в данном смысле впереди планеты всей. Нужно отдать должное, что рецепт, как излечить Россию, он, в принципе, проговорен в эфире. И, как говорится, сначала было слово, словом, это такой сначала посыл в космос, потом его перехватывают американские спутники. Ну, и в некотором роде на земле воплощают сбройные силы Украины и другие силовые ведомства. Вариантов много. Первый вариант. А как же стратегическое поражение? Развал, смена режима. Первая цель, смена режима. Разве не очевидно? Раздел России на удельные кляжества. Боюсь, что они не такие, чтобы понимать, что этого не состоится. А получилось же уже несколько раз, если так взглянуть на историю. Как только Женьки перестали обновлять его Мерседес и, соответственно, проводить сертифицированное обслуживание, он быстро начал умнеть. И да, действительно получилось. И Путин начал колоссальную, страшнейшую войну. И вот теперь как-то чем дальше, тем больше они начинают принимать, принимать последствия этого безумного решения. И закрытие курортного сезона в Крыму – это цветочки. Ягодки будут чуть-чуть попозже. Это должны быть. Я понимаю, там, наверное, есть вопрос материальный, в смысле, туристов меньше будет, денег меньше будет. Ну, слушайте, мне кажется, в нынешней ситуации это уже не актуально. В конце концов, можно и компенсировать что-то тем, кто пострадает материально. Но мне кажется, что все-таки надо серьезно к этому отнестись. От себя могу добавить, мертвым деньги не нужны, россияне. Ну, зачем вам все это? Вот уже на Ростов, Белгород, Воронеж, Смоленск и Брянск. Лучше всего пережать туда, за Урал. Нет, я понимаю, что у вас есть сомнения, что эта территория может отойти Китайской Народной Республике, и вам придется учить китайский. Ну, раз вы не хотите учить украинский, ну, что делать? Значит, курорт мы закрыли своим волевым решением. Ибо они не хотят купаться в море, там, где проводятся боевые действия. Между прочим, они очень четко и открыто цитировали представителей украинской власти, которые сказали, что Крым это зона боевых действий, и там не для курортов. И только алчные местные гауляйтеры почему-то думают, что нужно использовать последние возможности, чтобы заработать денежек перед бегством. Инвестируйте в курорты за Уралом. Хотя есть особо ухлопники, которые считают, что им, в принципе, ничего не страшно, и в Крым нужно ехать. Понятное дело, да, что люди все равно идут на море, все равно идут на пляж. Что бы ни говорила украинская пропаганда, уже 11-й год подряд курортный сезон в Крыму в самом разгаре. Поэтому нанесение удара именно по прибрежной зоне. Тут надо отметить, что даже российские военкрицы, так называемые Z-пропагандисты, многие написали, потом их заставили, конечно, это все потереть, зафиксировали, что вообще-то ракета-то была российская. И, понятно, я тут не собираюсь играть в эту игру, а мне сказал знакомый ПВОшник, что это была российская или украинская ракета американского происхождения. Факт остается фактом, что там российские аэродромы, российские воинские части, и да, ракеты, как было сказано, могут прилететь. Я бы Шах Назарова поправил, не могут прилететь, а обязательно прилетят. И в этой схеме есть важное нововведение. Дело в том, что прилетят не только ракеты. Тут особо преданные рейху пропагандисты бьют тревогу. Оказывается, чешская инициатива работает на полную мощность. Какая чешская инициатива? То, что Петер Павел предложил закупить для Украины боеприпасов разного калибра, и советского, и натовского. Было много разговоров, и, как полагается, вот он, он эффект на земле. Артиллеристы наши обнаружили, что на каждые три выстрела артиллерийских наших, ствольной артиллерии, противник отвечает двадцатью выстрелами со своей стороны. Резко возросла активность вражеской артиллерии. А почему? А потому что работает не только чешская инициатива. Работает Рамштайн, работают все американские, и не только американские заводы. Клепают снаряды для Збройных Сил Украины. Так что дальше будет только интересней. Да, есть проблема с тактической авиацией армии России. Но, да, жизнь они забирают, но, по-моему, все равно. Вот мы уже в финальной части, когда российские пилоты отправятся в ад. Почему? Потому что будут сбиты современными американскими, простите, украинскими ракетами американского происхождения. А может быть и французского. Там жизнь покажет. Три выстрела по двадцать выстрелов. Причем в ходе контрбатарейной борьбы, украинцы мастера все-таки в этом деле, в ходе контрбатарейной борьбы огонь по интересующему их стволу нашему ведут с двух сторон. Можете себе представить? Грустит Сладков и правильно делает. Потому что что это означает на практике? Это означает на практике, что у российского артиллерийского расчета шансов выжить, но очень и очень немного. И это прекрасная новость для нас, но для них не факт. Вот видите, Ростов воспалился. Ну и другие вышеперечисленные города. О чем это говорит? О том, что у противника значительно повысился потенциал применения артиллерии. Стволы новые подъехали, подъехали новые боеприпасы, дефицита у них нет. Они вот буквально 4-5 дней назад жаловали, что на один их выстрел мы делаем 10, а теперь наоборот, три нашки, двадцати ихки. Раз в нашем информационном пространстве перестали распространяться сообщения о том, что нечем стрелять, то есть если из армии нет сигнала, что дефицит боеприпасов, а просто тишина, ну как тишина, ну в смысле только работают артиллерийские стволы, то это говорит о том, что все хорошо, можно делать все качественно и быстро, чтобы уничтожать российских захватчиков. Но там на болотах должны задаться вопросом. У Украины понятно, крутые союзники, не без недостатков, но тем не менее, которые поставляют Украине военную технику сейчас от военного Армания. Самая новая, самая современная часть новых разработок мы у себя тестим и потом рассказываем нашим партнерам, что и где нужно подкрутить. Вопрос не в этом. Там же вроде бы ВВХ ездил в Северную Корею, проходил возле мальчиков и девочек и никого ему не дали поцеловать в животик. Из снарядов что-то не особо. И это хорошо. Это здорово. Нужно продолжать, да? Всем убеждаться в кретинизме Владимира Путина и принятых им решений. Потому что у него теперь главный аргумент, что он напринимал таких шагов безумных, что под угрозой тысячелетняя российская история. Тут только тысячелетняя, возьмем в кавычки, потому что у него во время нырков в историю проблемы, проблемы с мозгом. Как это? Гипоксия, если глубоко человек погружается и потом плохо соображает. Труба. Плохо. Но денежки, которые им передают, они используют в качестве усиления своего боевого потенциала. Быстро поменялись настроения там на болотах. Казалось бы, сидят в Москве. Теоретически в полной безопасности. Но как-то настроение ниже среднего, ниже плинтуса. А будет правильно, минус два метра. И для того, чтобы противостоять Украине, тут придумываются какие-то новые, аналогичные, но очень крутые решения. Они обязательно помогут российским солдатам на первой линии. Да. Нужно просто прекратить стрелять. Это хорошее пожелание. И уйти в Российскую Федерацию. Но пока Шахназаров, он же все-таки поумнел наполовину. Он говорит, нужно прекратить смотреть американское кино. вопрос, а почему у них все вот так вот всегда? Значит, воюют с НАТО, но всеми достижениями и производственными результатами любят пользоваться именно стран Альянса. Может, потому что там не производят говно? Я же меня совершенно подряс, не могу об этом не сказать. Вот вчера вот эта ужасная трагедия, да, ужасная трагедия в Дагестане, да, 16 дагестанцев, полицейских, выполняя свой долг, погибло, там, мирные жители погибли, ужасный теракт. Есть такой канал СТС, уже буду прямым текстом говорить. Вот вечером 8 часов показывается тупейший американский боевик, где одни стрелялки, кровь льется рекой. Вот это зачем? Как это все соотнести вот в этом смысле? Ну уж показали бы хоть фильм какой-нибудь американский, ладно, но, так сказать, ну как это все соотносится в нашем, вот вообще, так сказать, у нас получается кому война, кому мать родна. Я не знаю, о каком фильме он говорит, но хотелось бы, чтобы в этом фильме лилась кровь российских оккупантов, чтобы им доходило быстрее, чтобы им информировали, чтобы им объясняли ситуацию как на фронте, тут про работу нашей артиллерии мы уже выяснили, так и в тылу, когда показывают, что приходит украинский Рэмбо, и все, хавайся вжито, российский оккупант, то есть пользуйся, покажи, вот этим вот правилом, уйди или умри. мне кажется, мне кажется, уже на фоне всего того, что происходит, и на фоне опять повторяю тех действительно слов очень важных, которые сказал президент, но надо уже какие-то делать выводы из этого, уже невозможно делать вид, что все, все, все как бы у нас все хорошо, мирное дело, тут, так сказать, понятно, хорошая погода, я не призываю, так сказать, надеть абсолютно, закрыться и ничего нет, понятно, что и в таких... Собраться надо, это правда. Да, но есть какая-то уже какая-то просто даже порядочность этика, вот в такие моменты, ну понятно, что нельзя, если у вас есть такие фильмы, отменить их, но это невозможно сочетать все это, понимаете, к сожалению, это, так сказать, все происходит, Казалось бы, лето, но вот политические астрономы фиксируют, что погода испортилась и никакого покращения уже сегодня россиянам не видать. Самое интересное, что они это все понимают и даже критикуют всячески Владимира Путина, так, как-то делают это очень филигранно, чтобы никто не догадался, но по сути крошат батон именно на него, на верховного главнокомандующего Владимира 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 Владимировича хэ. Мы знаем, что скрывается под этим символом. И вот это вот, мне кажется, самое, самое, непонятное для меня и как бы шокирующее. А что касается до, до ситуации, ну да, я, кстати, сегодня читал, между прочим, я не знаю, это фейк, не фейк, но вообще не похоже, он Буданов обивил, да, говорит, мы будем, били и будем бить по Крыму, и будем бить, и они будут. Конечно. Я не буду. Нет, нужно внести уточнение, не только по Крыму, не только, ну это же так просто. Если вы приходите с войной в другую страну, то вы почему тогда скулите, когда прилетает ответка? Это так, ну, элементарно. Мне сейчас нравится, что у них такой новый изгиб пропаганды, мол, это не мы напали, а на нас напали. Не будем забывать, как это, линейку времени. Каждый нарисовал российский оккупант и должен помнить, оккупант, ну и, соответственно, человек с российским паспортом, что было до 24 февраля 22 года, и что случилось после. По украинскому Крыму никто не палил, ну, потому что, да, лишь бы не было войны. Ну, а теперь, как это, аппетит пришел, оказывается, можно фигурить порм на российским военным объектам на российской территории, а там, на болотах, в конечном счете только щеки надувают, кричат, что они всех уничтожат, и чем больше российские пропагандисты это делают, тем больше будет в Украине оружия. Ну, мне больше всего забавляет вот этот вот вой. Почему не сбиваются над Черным морем американские, да и не только американские, БПЛА, которые, по их информации, наводят на цели в России? Почему? подталкивают Путина к какому-то решению, но он почему-то не спешит. Почему он не спешит? Как вы думаете? Я думаю, что он в последствии, если честно. Ну, это вопрос, опять, который говорит и о том образовании, уровне образования, который дается у нас на протяжении этих 30 лет. Я же понимаю, что это тоже имеет все значение. Об этом сколько раз говорили. И, в общем, мало что меняется. 30 лет плохое образование в Российской Федерации. Но кто правит рашкой все эти годы? При ком дебилит российское население? При Владимире Путине. Ну, вот, Женька сказал, свержение маньяка это хороший вариант для всех и для россиян в первую очередь. Потому, что Путин это скрепа, а его скрепа это война. Бесконечная война, ну и в перерывах он будет надувать щеки и рассказывать, что у нас есть мирный план. Он очень классный. Соглашайтесь сегодня, потому, что завтра будет поздно. Все-таки есть ощущение, что мы рассчитываем, что как-то это, как-то это, ну вот там придут какие-то партии другие, да, вот как-то вот теперь там. Едва ли мы на это рассчитываем, но они одинаковые слова говорят, мы только что слышали. Лейборист, консерватор. Совершенно, я согласен, я абсолютно уверен, что что бы сейчас Трамп не говорил, когда он придет, он будет делать то же самое, может еще хуже. Ну вот, к сожалению, складывается такое ощущение, поэтому в этом смысле, конечно, довольно такой важный момент от власти требуется, так сказать, показать, что нет, это не так, что мы понимаем всю опасность, то, о чем говорил президент. Начавший эту войну. Мне очень нравится, что сейчас пропагандисты начали осознавать вот этот вот тезис, что выборы выборами на Западе, а интересы государств и вопрос безопасности, он не отменяет СА. И когда вот эти вот у нас негодяи угрожают европейским столицам, ядерным ударом и уничтожением, то они же не разделяют этот момент, что вот условно при одном американском президенте мы обязательно бахнем, а при другом нет. Почему? Потому что маньяк Путин так видит интересы российского государства. Странная вообще история. Может быть им кто-то должен подсказать, что есть в принципе опция не воевать. Почему там это никому не доходит? Вы не знаете? А, нацизм проел мозг. Последнее, о чем хочу сказать, то, что президент озвучил план мирного регулирования, я считаю, что это единственный возможный действительно план. Самое главное, что он не только реалистичный, он вполне справедливый, потому что более того, в самом плане есть некий компромисс. Президент точно сказал, вот четыре области, которые должны отойти к Российской Федерации, и совершенно понятно, что исторически эти области, которые принадлежат российскому российскому пространству, российскому мировоззрению. Во как! Раньше у них аппетиты были так пообъемнее, они хотели всю Украину, и время от времени это тоже звучит, а теперь только отдайте нам то, что мы не завоевали, и будет компромисс. Как-то жалко это выглядит, ну, правда, с одной стороны требует отдать им украинскую территорию, с другой стороны жалуется, что прилетает в Ростов. Не улавливаете россияне эту причинно-следственную связь? Вообще, основная задача российской пропаганды не дать российскому гражданину в своей массе сделать этот простой вывод, что нужно просто сворачиваться и валить. Куда? Домой! В Рашку! Давайте зафиксируем, что это не самый худший вариант жить в России, хотя может быть тут я немножечко лукавлю, раз они из своих городов едут уничтожать наши, значит, у них ну там совсем все тускло и грустно. Невозможно представить себе, даже если кому-то взбредет в голову мысль, что Россия уйдет из этих областей, что война закончится, потому что люди, которые в этих областях, они не закончат войну. Это невозможно представить себе. Поэтому единственной абсолютно реалистичный план это тот, который предлагает президент. Другой вопрос, что видимо должны быть какие-то информационные серьезные какие-то усилия, чтобы довести этот план еще для рядовых граждан Украины. Ваши российские бомбы ежедневно доводят этот план Владимира Путина для граждан Украины. Но вот эта фраза «Если даже мы уйдем» Оооо, прозвучало же, значит уже допускаем, уже молодцы, давай, Карен, выздоравливай, может быть на тебя посмотрят другие и примут правильное решение. Действительно, когда российских захватчиков мы выкинем с территории Украины, война не закончится. Пока Путин в Кремле, а его они пока не свергли, но если уж вопрос стоит таким образом, то лучше в линию фронта превратить на линию государственной границы. И это, внимание, самый лучший, самый фантастический компромисс, который дает шанс в том числе Рашикам. Они пока этого не догоняют, с другой стороны, так много видео, когда ручки, ножки и головы в прямом эфире, а они выводов не делают. Мы будем вам помогать разобраться в ситуации. И да, зло в Кремле. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. А Украина, и это важно понимать, там на болотах была, есть и будет. До побачення мои нелюбимые жители Ростовской, Белгородской, Воронежской и других областей. Список пополняется в прямом эфире, потому что война в прямом эфире. Кто бы мог подумать? Пока! Продолжение следует...